Я вам сегодня прочитаю отрывок в прозе. Отрывок в прозе прочитаем. Марии Анфилофьевой. В семь не вымерли от рыбьего жира перед завтраком. В десять не были сложены монстрами шкафы. В семнадцать не повесились, глядя, как пишут не нам глупые нежности. В семнадцать лет не часов прожили. В двадцать пять, наверное, и все кризисы переживем. Мировые, личные, живучие. Очень живучие. Жаль, что ни к чему было. Мы же нездоровые, как космонавты. Мы даже нездоровые, как призывники. Нас уже привозили в травмы, интересные покалечивали. Чем-то мало накачивали, зашивали, пересобирали без лишних деталей. И один хирург говорил, не дергаться, если все еще дорога рука. Одна старая селедка не пускала в кабинет, хотя кровь со лба капала так, что ресницы склеивались. У волка боли, у медведя боли. Иногда даже пытались помереть от смешного чего-нибудь. Типа, газ-то нет особого острова. В глазах пропадала картинка. Живот вспарывал раскаленной ложкой. И лежали мокрые, слабые. Выдыхая, говорили тем, кто был рядом. Зато ощущения какие. Какой опыт. А ты не знаешь, как это лошара. И замолкали. И вдыхать учились. Те, кто был рядом, считали наши чувства и юмора чувством полного идиотизма. И разводили на порошки, поджимая губы. Мы не то, чтобы поняли что-то там про любовь. То родину были готовы продать за родинку на плече. То добирались от одного чувства до другого. Автостопа на попутных кроватях. Луялись быстро, как все. Час, неделя. Сразу до гробовой доски. Каждый раз до гробовой доски. И честно не понимали, про каких это бывших нас там спрашивают. Да не было никого, только ты. Подхватываться полуслова. Приходить мириться. Сразу, уж не до гордости. Ездить на тот край света за твоим любимым бальзаком. Давать свою, свою чашку. Почти что святыню. Никому никогда. Что значит, ты совсем не так? Кто такие все? Я не их люблю, а тебя. А потом, как-то раз, не прийти домой в девять. Остаться работать. Сбросить, сбросить вызов, сбросить вызов, сбросить. Сколько можно. И домой не хочется до стекла в горле. Вот и гробовая доска. Значит, не то самое. Мы знаем о любви все. Мы ничего не знаем о любви. Мы совсем не умеем жить про большие деньги. Да и просто про деньги всегда получается. Ни факультеты экономики в анамнезе, ни еще каких кружков, кройки и нытья. Зато профессор говорил, читая наши работы, страшного мастерства достигают некоторые дети, вопреки образованию. И мы сияли. Страшным мастерством сейчас можно заработать на съемную квартиру с душем на кухне и на растворимый кофе. Ну, еще не на самый плохой. Если вдруг нас решат уйти, то недели на три сбережений хватит. Ну, а дальше сухарей сушить будем. Кормить кошкой собаку. В июле черника поспевает. В августе арбузы из клеток воровать можно. Ну, друзья еще коглядами подкармливают. В общем, ноги не протянут. А недавно оказалось, что со счастьем тоже все просто. Счастье — это не когда тебе хорошо, весело, пьяно, а когда смерти в эту секунду нет. Разбитая губа — счастье. Паруное пальто — счастье. Новые ключи в кармане — счастье. Билет на море — счастье. Заявление по собственному — счастье категорическое. Сообщение — понятно. Такого — счастье. И год впереди и сокосный. Достаточно чернило выпить, не плакать же в самом деле. И мечтанам нам вполне есть к чему жить. Спасибо. 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 Продолжение следует...